Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Ну что ж, последняя торговая сессия недели. В целом рынки подвижны, волатильности выше средней и хорошо то, что те тенденции, которые мы наблюдаем, полностью совпадают с нашими ожиданиями. То есть хорошо, что рынок движется в ту сторону, которую мы с вами прогнозировали. Я рассчитываю и надеюсь, что вы ранее уже выбрали для себя какой-то актив, который представляет для вас интерес. Точно определились уже с вектором его движения и сейчас наблюдаете за тем, как рынок, по сути, двигается в нужную вам сторону. Сегодня на повестке экономического календаря два отчета, на которые стоит обратить внимание. Это статистика по штатам. Сейчас данные США имеют большое значение, собственно, так же, как и всегда. Но, может быть, в этот раз мы должны обратить больше внимания на данные по роничным продажам, на мичиганский индекс, потому что после публикации последних релизов по рынку труда и по данным по инфляции, участники рынка все равно никак не могут определиться с тем, что будет делать ФРС под конец этого года с программой количественного смягчения. То есть, есть аргументы и за то, чтобы программу уже начинать корректировать, сокращать. Есть также и доводы за то, чтобы не торопиться и подождать еще хотя бы 2-3 месяца, то есть целый квартал, и убрать уже перспективу ужесточения политики на предстоящий 2022 год. Поскольку нет единого мнения или более-менее смещающегося баланса в сторону либо покупателей, либо продавцов, каждый отчет сейчас на вес золота, друзья, потому что каждый отчет – это уточнение все-таки перспектив. Сначала американской экономики от этого уже будут зависеть выводы, которые станет делой ФРС касательно того, готова ли американская экономика, чтобы сейчас остаться без доп. мер экономического стимулирования, хотя бы в формате программы количественного смягчения. В 15.30 сегодня мы ждем роничные продажи, в 17.00 Мичиганский индекс доверия потребителей. Возможно, Мичиганский индекс будет даже более интересным, потому что в прошлый раз цифры находились на минимальном уровне почти за 10 лет. И, безусловно, на фоне таких цифр, конечно же, были вопросы к общему состоянию американской экономики и к тому, что думают об этом потребители. Давайте начнем сегодня с рынка нефти. 84.62. Друзья, 85 долларов за баррель – наша цель. Я рассчитываю на то, что сегодня в качестве бонуса до конца торговой сессии под закрытие недели мы с вами протестируем этот психологический уровень сопротивления. Будет совсем классно, если окажемся выше. Почему рынок нефти продолжает развивать бычьи ралли? Я думаю, что это все отголоски и следствия топливно-энеретического кризиса, о котором мы с вами говорим уже не в одну неделю. Вчерашние данные по запасам не оказали никакого влияния на цены на нефть, однако можно сказать, что отчет Международного энергетического агентства все-таки повлиял на настроение. По данным экспертов Международного энергетического агентства, спроса на нефть в этом году вырастет на 170 тысяч. То есть был улучшен прошлый прогноз роста на 170 тысяч. В следующем году бироз может составить по сравнению с предыдущей оценкой на 210 тысяч. Очень сильно этот релиз контрастирует с теми цифрами, которые ранее мы видели от экспертов ОПЕК, которые на этот год сократили прогноз спроса на 160 тысяч с 5,96 до 5,8 миллиона баррелей в сутки. Я думаю, что тот факт, что мы сейчас наблюдаем за дефицитом газа, дефицитом угля, безумными ценами на эти энергоносители, все это провоцирует подцепную реакцию. Постоянный рост цен именно на данные виды сырья, из-за того, что мировая экономика растет, а сырья не хватает. И, конечно же, в такой обстановке логично, что растет спрос на альтернативные источники генерации электроэнергии. Это та самая нефть, о которой я всегда говорил и, наверное, какое-то время буду продолжать говорить. Если сравнивать именно ситуацию нормального рынка, когда не наблюдается таких форс-мажорных ситуаций с ценами на газ, и с тем, что сейчас, можно точно сказать, даже не опираясь на экспертные оценки отдельных банков, ОПЕК, Международного аналитического агентства, из-за ситуации с бешеными ценами на газ, спрос на нефть реально вырос дополнительно больше, чем на 1 миллион баррелей в сутки. И пока мы только лишь вступаем в сезон холодов, отопительный сезон, я думаю, что рынок нефти покажет себя еще во всей красе. Но наша цель сначала добраться до 85 долларов за баррель. Фунт против доллара 1.3686. Друзья, в следующей неделе это точно я буду рисковать, потому что вижу, как каждый день британская валюта растет. Пользуюсь, с одной стороны, слабостью доллара, но, с другой стороны, еще и хорошая статистика. Промышленное производство 0.8 в прошлом месяце, прирост 0.2% данной двухмесячной давности. В годовом выражении 4.4% хорошие цифры, экономический рост 0.4%. Но разве это не те самые данные, на которых может скоро выстроиться жесткая позиция британского регулятора? Если еще будет ветер в парусах тем, кто ставит на снижение курса доллара, то тогда британец реально замахнется на тест сопротивления 1.40. В понедельник вернемся к этой идее, и, может быть, будут конкретные торговые рекомендации. Евро против доллара здесь, понятно, скорее всего, уже рост продолжится. Но я рекомендую сейчас не распыляться на совсем все активы рынка Форекс. У нас есть достаточное количество риска, с которым мы работаем, и на котором мы сейчас зарабатываем. По евро пытались добраться до уровня 1.15, но от быстрой победы пока не вышло. Может быть, когда-нибудь снова вернемся к развитию нисходящей динамики, но сейчас нужно уважать продавцов доллара, которые явно на рынках доминируют. Индекс американской валюты 93-92. Десятилетние трежери снижаются и тащат за собой доллар. Данные по инфляции показали рост значительный. 5-4% в годовом выражении. Мечная динамика тоже на многолетних максимумах по индексу потребительских цен. Но доллар не стал расти. Хороший вопрос заключается в том, почему. Есть несколько версий. Трейдеры решили скорректировать свои портфели. Опять же, по факту фиксации сделок произошел откат. Может быть, распродажа доллара является следствием все-таки неопределенной позиции Джерома Пауэлла, который, возможно, делает куда больше акцент на рынок труда, а не на инфляцию. И пока мы не поймем конкретно его мнение относительно того, сложились ли условия для сокращения программы количественного смягчения, все это будут разговоры о пустом касательно того, дождемся ли мы корректив политики от ФРС или нет. Да, фактических, собственно, действий. Но я склонен полагать, что сам факт снижения доходности американских трежерий сейчас доказывает то, что ФРС дрогнул в плане решения по сокращению стимулов под конец этого года. И я разделяю точку зрения тех, кто считает, что именно рынок труда и слабые нон-фарм перлс не дадут регулятору действовать в ноябре и декабре. Поэтому снижение доллара с большой вероятностью продолжится. Золото этим пользуется. 1800 мы уже увидели. Друзья, давайте смотреть выше 1850. Доллар канонец активно снижается 1.2355. Я думал, что не будет такого мощного нисходящего ралли, но фактически за месяц пара потеряла уже больше полтысячи пунктов. Ближайшие цели 1.22 и амбициозные цели ряда инвестбанков 1.20. Австралиец растет 0.7418. Ставим на движение в район 0.75-0.76. И американский фондовый рынок рад, что я не стал все-таки выходить из ранее открытых длинных позиций. 4.446 пунктов сейчас фонда растет и пользуется поддержкой довольно неплохого старта сезона квартальных отчетов. Если именно результаты хозяйственной интеллектности компании далее не будут подводить, то увидим новый исторический максимум. Друзья, давайте поборемся за них. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!